всем привет сегодня ответим на вопросик очень интересный нам задали вопрос не знаю как на него правильно ответить мы попытались как-то пояснить как сам понимаю человечек задал вопрос все-таки что у меня приобрести тент бокс либо делать самому вот и чем вообще отличается тент от grow бокса ну по сути тент от бокса отличается то что grow бокс это деревянный ящик для выращивания растений других там ну что grow tend это получается сама палатка каркас палатки not сниму а маленький grow бокс тумбочка метр 60 на 60 вот у него получается все уже здесь установлено сделано фильтр на текст стоит небольшой 100 ватт можно поставить 150 в принципе ничего страшного все зависит от температуры будут покажу вам grow боксик метр 80 на 80 на 60 прекрасный grow бокс и вот как раз у нас здесь стоит палатка grow up метр двадцать сорок на сорок ну маленький так специально поставил чтобы было для сравнения но смотрите есть свои плюсы есть как бы свои минусы шкаф получается grow боксом получается шкаф шкаф либо тумбочка то есть мы его закрыли он смотрится эстетично как шкаф немножко отойду чтобы было видно тумбочка тумбочка соответственно в принципе не вызовет особых вопросов либо еще что-то шкаф и шкаф но цепь на тент это палатка из каркаса на молнию их у нас на железном каркасе имеет отверстие и всякая такая куда на самом деле хорошая очень большой плюс палаток они не пропускают цвет вообще то есть у них предусмотрены специальные кармашки вот такие вот они затягиваются шнурках полностью они двухсторонние вот как уголовок производитель германии снизу сверху то есть свет не пропускается молнии молнии настолько хорошие полностью то есть свет он пропускать не будет grow бокс в принципе в принципе при правильном отрегулирование дверей при проклейке вот этих всех мест шовных он тоже не будет пропускать но он все равно уступает grow бокс уступает под цветом пропускаемости grow тенту потому что тент как не верти как не тряси закрыли его и все он у вас все полностью не пропускает бог все-таки сначала надо отрегулировать на поверхности ну на по ровном полу потом только проклеить отрегулировать шиколды проклеить все необходимое чтобы он не пропускал вот одна разница но есть и в тенте минусы минусы очень неудобно крепить электрику если вы используете днат допустим здесь у нас все закреплено проводка вся проведена потому что дросселя весит много а проводов куча но здесь данный момент все спрятано в гофры ничего особо не торчит но видите закреплено все жестко то есть взяли и понесли замотали даже фильтр вот он прикручен жестко прикручен ничего не надо все розетки вот получается в тенте в тенте с этим немножко сложнее надо что-то где-то думать либо на верхней части располагать электрику либо рядом куда-то выносить либо внутри если вы хотите но здесь стенд маленький да потом побольше за с ними допустим сюда на стенках располагать за счет того что он сам материал очень сложно крепить там дросселя какие-то и про и либо так далее всякие вещи очень легко можно прикрепить сюда лампу вот в данный момент там вот то есть он просто повесили на крючке у вас нет делать висит вентилятор суда в отмоле все нормально будет работать но это если палатка маленькая сложно крепить это все дросселя они потому что весят там по 5 килограмм мощный там 600 но для больших палаток вот в принципе единственный минус как бы но есть свои плюсы есть свои минусы сложно ответить кому что нравится потому что шкафом в принципе по разборке он тоже разбирается полностью верхняя крышка со всей электрикой снимается он разбирается по частям но конечно занимает больше места чем тент тент вот такой тент упаковывается в маленькую такую коробочку тоже своеобразный плюс то есть не нужно вам тент разобрали сложили все в коробку упаковали все вот по поводу света непропускаемой способности тумбочки однодверные шкафы вообще практически не пропускает цвет у них сзади немножко где вентилятора будет небольшое пятно желтая и еще если сделать делается вот такое внутреннее отверстие тоже через него но можно поставить защитную решеточку либо просто не до конца не обрезать приток воздуха будет на свет он не будет пропускать и дверка за счет чего за счет того что дверка 1 1 дверка она закрылась света отсюда не будет может посмотреть видосы по шкафам принципе специально снимаются показываются что пропускаешь не пропускает здесь тоже правильно если отрегулировать тоже света не будет не будет потому что ответная планочка стоит вот это вот и при правильном то есть отрегулирование если что-то и будет то небольшая полосочка то есть еле заметная для шкафа вот такие своеобразные плюсы и минусы не знаю как получилось правильно объяснил неправильно но если чем сформулирую помни потом выложу всего доброго пока